здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня второе видео с артёмом вот решил я сделать с ним первую запись когда мне на почту написала себе что он фруктоед уже там более года только на фруктах и почти год или даже больше уже не пьет воды вообще то есть получает всю влагу всю воду собственно из фруктов ну есть также овощи просто их некоторые называют фруктами некоторые овощами типа томатов например поэтому так сказать но воды в любом случае более 70 процентов них поэтому тут удивительного ничего нет удивление многих людей вызвало это первое видео вернее даже кого-то и негодование я такое письмо вот зачитаю скоро с этого начну и поясню в чем эти люди ошибаются заблуждаются то есть почему они теоретики в общем то по большей части хотя хотя есть очень интересное видео второе которое вышло после того как я опубликовал уже это видео когда были готовы анализы артема который он сдал в одной клинике собственно видео то первое знакомство с там одним бодибилдером не знаю я там я к спорту отношениями очень посредованная поэтому вот просто было интересно что сказал тот врач спортивный медицин он же эндокринолог у него есть еще какая-то там специальность медицинская а сейчас недавно вышло второе видео и вот некоторые уже претензии предъявляют что артем не все так хорошо что есть проблемы отклонения от нормы по 6 как минимум показателя низкий тестостерон низкий эстрадиол его генетический возраст от 79 лет об этом мы сейчас как раз поговорим также люди мои зрители многие писали очень интересно когда будут результаты анализов готовы об этом я говорил в прошлом видео что вот должны быть результат вернее артем про это говорил сам я сказал ну хорошо разберу я эти результаты и так сказать свое мнение на эту тему скажу здравствуйте артем здравствуйте я речь а вот но давайте тогда так поговорим наш правильно понимаю что вот когда мы с вами запись сделали буквально там пару дней мы его опубликовали от момента записи с вами но может быть три дня прошло а потом буквально еще день-два и вышло то самое видео на канале вот этого качка который собственно вас водил к этому врачу правильно кирилл сара чудо профессиональный пауэрлифтер спортсмен до вышла через несколько дней через пару дней вроде буквально видео с разбором врача от традиционной медицины конечно она была очень интересным познавательно и интересно ваше мнение как профессионала который гораздо шире смотрит на вопрос да я смотрю однозначно гораздо шире потому что врачи многие все же зациклены в своих но так сказать неких постулатах налево-направо от которые они не отходят ну и даже боятся порой хотя впрочем можно выделить огромное количество врачей даже назвать и даже ученых и даже ученых с мировым именем вроде академика уголева и не только да которые совершенно так сказать говорили в некоторых моментах обратное и в общем то более доказательно но впрочем кстати я сразу хочу наперед сказать что очень многие вещи врач это говорил правильно в общем дорогие товарищи в этом видео все-таки говорить буду больше я гораздо чем артем но почему потому что видео специфическое дело в том что ведь я обещал сделать аналитику а поскольку я буду говорить аналитические выкладки вот из того видео что доктор снимал говорил об артеме когда анализы были готовы то я и буду говорить просто по этой причине больше и ну так сказать глубже немножко пояснять кое-какие моменты дорогие друзья я советую вам подписаться на мой канал в телеграме мало ли что будет с ютубом а там вы сможете смотреть мои видео которые буду выпускать впоследствии если вдруг не будет ютуба сейчас этот канал дублер а под этим видео по ссылкам вы найдете и другие мои соцсети где можно найти те или иные мои видео выступления на разные темы смотрите ссылки под этим видео ну вот давайте как раз разберемся а начать я хочу тогда разбор с такого письма стандартного письма этого человека я потом забанил потому ну захамствую его просто вот я то баню почему в основном потому что если кого-то баню значит за наглость или хамство некий юрь юрич пишет анализы в идеале мне претензию такую мол то что название видео там про анализы в идеале а я почему я так написал то что артем вы мне сами скажи что у вас анализы в идеале так сказать и я но тогда когда мы общались с вами я так сказать так по-моему и было написано он пишет вранье сегодня вышел ролик про его анализы по шести значениям показателям гормоны правда пишет гормоны ну ладно поэтому на юрич а что пишет гормоны железо b12d правда d3 надо было написать товарищ юрич я потому что есть еще d2 и другие d и другие так вот на почти все по нулям это как шесть болезней но это слова доктора повторяет это слада и слова доктора по анализам и он сказал что плос плотность костей как у восьмидесяти шестилетнего человека вот у артема это врач сказал а ему всего 28 короче в названии ролика форменная брехня потому даже смотреть не стал ну и дебил что не стал смотреть пришли за посмотрел бы то видел вот артем подтвердите было так ну впрочем все зрители тысячи могут подтвердить я говорил вам рекомендовал сдать анализы на 5 пар b12 гомоцистеин да кстати вот на d2 d3 на омега-3 пк дгк на ферритин и железо ну и собственно говоря еще на что там на к 1 к 2 да вот на эти пять пар так вот давайте теперь проанализируем на что вам из этого был и были сделаны анализа доктор сделал много расширенных анализов специфических плотность кости там нет ли остеопороза и действительно по гормонам насколько я помню я по памяти сейчас говорю было выявлено что у вас гипотериоз да то есть пониженные функции щитовидки вот сразу скажу что тут может быть проблема в дефиците йода впрочем ничего удивительного поскольку во фруктах практически во всех йода мало я вам просто советую либо фрукты это вот например фейхуа сезонно да но на год йодом не запасешься это я так вам просто говорю что фейхуа например рекордное количество йода впрочем посмотрите потом в каких плодах больше всего йода и стоит их есть побольше есть каждый другой вариант но я сразу просто да чтобы уже не касаться этой темы даю рекомендацию а вы уже смотрите какой вариант и для зрителей для многих это будет интересно но первых фукус да конечно это не фрукт это водоросль морская но ну да но это может быть для вас отступление от скажем вот эксперименты или скажем но тут вы сами смотрите я просто скажу для кого-то это будет ну например выход фукус проблему решит но только в гелеобразной форме натив не сухое так же как соль эти йодированная соль это полный бред там никакого йода уже нет ну то есть это просто обман людей вот так же как и фукус сухой он никаких питательных веществ человеку не даст кроме какого-то скажем вкуса а вот гелеобразный фукус натив и только такой потому что к один человек в мире ну мой коллега биолог он смог но в своей лаборатории добиться а кстати над этим 40 лет ученые мира работали не смогли никто кроме него сделать такой метод ну примитивно говоря там вакуумной co2 экстракции комбинированные так далее то есть без термообработки поэтому от продукт живой сыроедный до соответственно извлечь из плотной сложной клетчатки которая не переваривается ферментами нашего организма вот фукуса именно эти самые минералы которые там есть ну все как в плазме крови то есть как мы знаем морская вода слышали такой народ и плазма крови да по составу почти идентичны ну так вот и фукус вбирает себя как раз все то что в море есть плане минералов йод там есть дело не только в йоде но в йоде в случае просто я хочу акцентировать конечно вы периодически я советую тема такая серьезная раз хотя бы в три-четыре месяца ну хотя бы в пять сдавайте анализы на гормоны щитовидки смотрите за изменениями может быть вам будет достаточно что вы просто введете йод ну хорошо не хотите эти продукты вы можете просто йод принимать дополнительно но только тут надо смотреть проблема то в чем препараты аптечные в основном синтез синтетические и эта проблема я за натуральный да но например как бы 12 об этом мы поговорим в той же вот например вот видите та же спирулина например это тоже водоросль в общем есть хлорел и кстати вот именно в хлореле вот я сразу скажу бы 12 тот самый активный тот самый а не тот про который говорят что в спирулине мол не тот вот вот хлорели именно тот но ладно итак про йод закончили про гормоны вот пишет человек хоть этот что гормоны во множественном числе гормоны речь идет только с другими я ада тестостерон снижен да правильно пишет во множественном числе значит тестостерон снижен ну что ж я много раз слышал о снижении тестостерона на фруктоедни и сыроедни хотя на самом деле у большинства людей понимаете проблем как говорится с этим нет но действительно есть эти люди я встречал у кого проблемы и слабость и вялость ну и все такое так сказать есть такое потом об этом дальше поговорим теперь про b12 я так и сказал безусловно это всем известно что на сыроедни на фрукторианстве тем более тем более как правило у всех бы 12 дефицит кстати когда мы с вами сейчас так вот немножко поговорим я вам зачитаю очень интересное одно письмо которое мне написал знаете кто мой сотрудник да вот так получилось ну как сотрудник не скажем внештатный назовем так сотрудник по сдельной работе александр из одного сибирского города который тоже оказывается является фрукторианцем уже много лет и вам вот артем будет очень интересно послушать что он пишет у него все отлично например но тоже он не сдавал на b12 анализа а в свое время был понижен конечно у него тоже в дефиците тут такой момент либо роль скажем так b12 преувеличена либо она преувеличена скажем так не у людей со стандартным питанием и биохимией а здесь на себя некие функции берут другие витамины и компенсаторные способности организма все-таки как бы это сказать играют свою роль дело в том что нужно смотреть за определенными симптомами вот например александр про которая скоро расскажу он говорит о том что вот он смотрел на те симптомы о которых предупреждали врачи те же что мол если дефицит b12 то могут быть вот такие проблемы с нервной системой с сердцем там да и так далее вы знаете но вот у него нет например а у кого-то есть я таких людей знаю тут нужно аккуратно серьезно отнестись и опять-таки советую ну правильно в этом смысле врач сказал ну стандартная схема либо уколы гидроксикабаламин до колется там либо отметил кабаламин под язык до принимается то есть таблетки b12 там и все проблем в общем то нет хотя когда сильный дефицит b12 не всегда таблетками получается поднять b12 конечно понятно чтобы 12 содержится в основном в продуктах животного происхождения понятно кто-то например даже из веганов вегетарианцев довольствуются тем что например яичные желтки ест да как советовал свое время марва варшек аганян там и советов и прочие известные люди от сыроедения я говорил про это всегда это вариант это вариант солнце не поможет значит мне письма приходят начиная от саудовской аравии до калифорнии где голыми ну в калифорнии там некоторые ходят круглый год под солнцем бесполезно сейчас что-то случилось на планете я не знаю чем это связано может быть ажажа такой есть скажем уфолог так далее прав или еще кто-то по аналогии что что-то там угол земной оси изменился еще там зеркальное созвездие перевернулись там я не знаю что об этом я не хочу разбираться и думать но есть просто факт абсолютный факту всех людей сейчас на планете дефицит d3 у всех без единого исключения это сто процентов горе к тому же многие анализы вернее шкалы определение нормативов изменили давно в угоду так сказать конъюнктуре определенные вот это очень тоже важный момент нужно дорогие товарищи доводить d3 до верхней границы нормы они до нижней у вас конечно артем насколько я помню по видео до очень снижен d3 правильно да и врач делает вывод на основе этого плюс анализа плотности кости вот что у вас такой вот по тесту на 86 лет дело вот в чем хрупкость увеличивается кости из-за чего у вас казалось бы дефицита кальция нет он может быть он может быть дефицит кальция но тут дело в другом он говорит потому что у вас дефицит d3 совершенно верно и он обосновывает что d3 проводит кальций кальций в кость правильно абсолютно верно но вот что меня удивляет почему доктор об этом не сказал я вот не верю что он это не знает может быть забыл просто а может действительно как-то вот ну я не верю что он не знает вроде опытный действительно специалист это видно удерживает кальций в кости не d3 а другой витамин k2 вот почему тогда артему и вам юрий что же это говорю если конечно смотрит но не уверен ну ладно потому что он такой самонадеянный такой умник я таких не люблю вот главное да это я не смотрел но имею свое веское мнение да только по названию какие же есть дебил а как таких по-другому назвать это дебил и есть если посмотрел услышал бы что я про это же самое говорил но так вот говоря про d3 смотреть d3 допускать дефицит нельзя по многим причинам это вот я вам скажу однозначно а вот что касается к 2 вы понимаете есть даже препараты они не просто так выпускаются d3 с к 2 например фирмы солгар или там другие известные американские прочие что я скажу к 2 есть другой способ натуральным образом получить вот у меня было такое видео про квашеную капусту по-моему я там об этом рассказывал но по крайней мере меня было видео про к 1 к 2 до потому что разные витамины дефицит к 1 знаете когда бывает когда десны кровоточат или там человек поковырялся в носу а у него кровь идет прям чуть-чуть вот эта слабость капилляров обусловлено разными вещами но как правило дефицитом к 1 но если человек ест много зелени но вы не едите вот то есть сыроеды говоря просто сыроедни да кто много зелени ест вообще проблем с к 1 не может быть даже теоретически а что касается к 2 может к 2 синтезируют бактерии в основном так вот я вам так скажу в квашеной капусте вообще квашеных продуктах к 2 есть потому что его синтезируют специфические бактерии поэтому вариант например для сыроедов это квашеная капуста но все равно анализы надо сдавать может у вас тотальный дефицит и вот страшная опасность когда дефицит и d3 к 2 к 2 он вам насколько я знаю ну не делал анализы я по крайней мере что вы мне присылали бегло я пробежался но я не видел к 2 может я ошибаюсь вы потом ну или пока там посмотрите потому что вот я под раз ну как сказать думаю предполагаю что у вас есть дефицит к 2 тогда понятно если вы введете d3 к 2 и посмотрите состав тех фруктов которые вы едите чтобы кальция было достаточно чтобы не было его дефицита тогда эта проблема у вас пройдет и плотность кости увеличится и эластичность при этом будет вы хорошей кости просто учтите этот момент у сыроедов дорогие товарищи тут проблем нет только все таки опять таки да большая проблема d3 я советую например масло есть пусть будет от рекламы я говорю еще раз каждый выберет свой способ можно в аптеке химические купить я против химии поэтому говорю есть тут польская компания dual life то что она завезла в россию но больше уже возить не будет по причинам понятным что сейчас на санкции и так далее поэтому в общем то то что осталось на складах да продается и все но у нас пока есть это вот такой 4 в 1 масло на экранах сейчас появится у вас новый артем потом посмотрите так вот там и к 2 и d3 причем откуда добыть d3 из лишайников ну такие симбиотические организмы до мхов и грибов но так вот и омега-3 правне пока дгк лк ну из них синтезируется пока дгк кстати об этом у меня было видео про омега 369 жирные кислоты можно посмотреть кто захочет вот и опять кит зависит от работы кишечной микрофлоры достаточно ли будет синтезироваться естественным путем эти очень важные незаменимые жирные кислоты и пк и дгк не у всех они синтезируются сыроедов но есть те у кого нормальные анализы потому что они синтезируются что еще врач скорее всего не знает этот он это я уже по другим видео сужу я кое-что там посмотрел еще почему у меня типа мышцы растут пока его печень вырабатывает белок из запасов белка и запаса азота которые у него есть в организме у него все будет хорошо то есть пока где берется белок в его организме пока из мышц но не знаю скорее всего пока еще есть запас какой-то резерва но потом надоест сорвется и пойдет съест ты где-то я надеюсь он на предсвято верит что белок можно получить только с мясом хотя наверное знает что белки синтезируются из аминокислот другой вопрос он наверное не верит что в растительной пище есть все незаменимые аминокислоты конечно это глупость они там есть и во все есть например и в крапиве и сныте правда может он это за еду не считает но это его проблемы так вот и много где еще так не надо забывать что в одних продуктах есть семь из восьми незаменимых аминокислот других шесть причем они разные в других 5 и комбинируя разные продукты человек может получить и получает но он правда там оговаривается что если с добавками каким-то можно с добавками вот например протеин конопляна или там 4 в одном да это не будет фрукторианство но для сыроедов это прекрасный вариант я уж не говорю про там остальных веганов вегетарианство то есть тут варианты разные существуют но он забывает про одно что бактерии наши кишечные симбиотические синтезируют из клетчатки а во фруктах есть клетчатка он не будет с этим спорить в том числе незаменимые аминокислоты и многие витамины вопрос том нет ли у человека сибра дисбактериоза синдром избыточного бактериального роста да или синдрома дырявого кишечника нет ли вот этих проблем потому что тогда да что ты не ешь а у тебя не будет идти в полной мере синтеза кишечной микрофлоры симбиотической нужных нам питательных веществ компонентов потому что она замещена в какой-то мере или в большей мере патогенной микрофлоры то поэтому это тоже надо учитывать надо бы понимать что белки любые попадая в организм долю растительные животные должны разбираться до составных частей до аминокислот аминокислоты должны всасываться в кровь и разноситься кровью во все клетки нашего организма ну как все питательные вещества так это и происходит и где в органеллах которые называются рибосомами происходит процесс биосинтеза белка то есть сборка белка из аминокислот биосинтез белка основополагающий процесс природе его изучают все так сказать кто занимается биологии биохимии есть фотосинтез есть биосинтез белка у животных это главный процесс синтеза но белка естественно так вот любой то есть белки разбираться должны попробую разбери их думать так просто не там есть свои проблемы сейчас мы об этом говорить не будем я во многих своих лекциях об этом говорил тем кому интересно я советую посмотреть следующие мои видео первое раздельное питание второе под названием клыки это тем кто считает что мясо это естественная пища человека ну и ссылаясь на какие-то морфологические особенности хотя они как раз говорят об обратном ну да ладно а есть еще интереснейшее видео где я прям вообще все по полочкам разобрал с провокационным таким издевательским названием которое называется мясо надо есть и вот там то я ставлю жирный такую точку и осиновый кол забиваю в глупость человеческую относительно этой темы а якобы необходимости мяса ну перейдем дальше идем итак скоро я уже дам вам слова ну как говорится то я многое говорю но я просто записал кое-что и что еще говорил врач но про d3 разобрали про b12 ну понятно что вам из продукта взять их его b12 негде синтез b12 судя по анализам у вас не идет но по крайней мере синтез то идет но усвоение его в толстом кишечнике значит поскольку эти бактерии синтезирующие b12 не в тонком кишечнике до обитают у нас в основном то есть в нижней части тонкого где уже всасывание нет в кровь питательных веществ а в основном в толстом кишечнике и тут у всех по-разному есть такие люди я знаю у кого b12 всасывается у них нет дефицита при том что они на сыроид знаете кого основном у детей с рождения вот кто не ел мясо и так далее с рождения вот на веганском и сыроедном питании особенно вот дети выросли у родителей вот у тех детей как правило b12 нет дефицита он синтезируется потому что мы своим неправильным питанием с детства убиваем просто кишечную микрофлору мы ее замещаем у нас определенная группа бактерий возникает и очень сложно сместить вот эту микрофлору до той по видовому разнообразию которая как раз позволяет делать то что есть в природе у других близких нам по анатомии морфологии живых существ ну хорошо да кстати здесь надо сказать что я надеюсь что наши зрители все-таки знают что очень многие есть животные не только приматы высшие млекопитающие животные которые едят вообще только либо траву ну как правило траву либо так сказать плоды либо смешанное питание а б12 проблем у них нет а потребность б12 не гораздо выше чем у человека так вот потому что существует синтез мы симбиотические организмы но неправильным питанием антибиотиками загрязнения воздуха еды до химии в быту и так далее мы убиваем свою кишечную микрофлору и возможности которые нам природа дает идем дальше так вот d3 ладно про d2 кстати можно сдать но это там а вот железо по моему что он говорил финану ферритин ангел на нуле у вас но это удивительного ничего нет кстати действительно надо чтобы не менее 30 единиц было поднимать надо тут я вам советую либо синтезит актив есть такой абсолютно из нос он это синтетический препарат но про него скажем так долго объяснять можно вполне принимать не опасаться такой научный может сказать прорыв у меня есть видео про синтезит у меня на сайте надgar точка ру на нашем есть от препарат я рекомендую посмотреть есть второй вариант моя кровь формула чисто из растений это живой абсолютно не вареный но понятное дело там несколько компонентов из растений и вот эти два препарата но у кого совсем низкая ферритин да я советую в комплексе их принимать поднимается ферритин у моей жены тоже свое время был низкий она там тоже на сыроедине там лет десять почти и вот так сказать все таки подняли вот этими препаратами натуральными ну кроме синтезита но это не та самая страшная синтетика из химии из нефти там и так далее нет нет это особая тема так но моя кровь из растений пожалуйста просто там гранаты или что-то там это не поможет нет когда низкое железо тем более не железо а ферритин железо еще проще поднять но если низкое железо и ферритин то это дело хуже идем дальше ну и что еще кость костная плотность кости это бы это пройдет когда я сказал надо чтобы не было дефицит к 2 d3 пожалуй все съедом проблему с гормонами щитовидки решите что касается тестерона ну вот я сейчас не все помню и не все знаю чтобы дать совет но с этим так сказать проблем не должно быть хотя впрочем вы сейчас сами расскажите про свои знаете что и ощущения и про свои впечатления от общения но может быть то что сами хотите а потом уже я знаете что сделаю потом я пожалуй зачитаю это вам будет очень интересно письмо вот моего скажем не штатного сотрудника ну что ж артем давайте теперь вы расскажите до несколько интересных вопросов спасибо вам большое за информацию про тестостерон конечно же очень многие обрадовались сразу же написали что нужно есть мясо чтобы высокий тестостерон и тогда пожелали мне удачи это бред и очень сильно общем возрадовались этом этом вердикту доктора но что я могу сказать по себе там по каким-то вторичным там половым признакам и так далее то есть борода там грубо говоря голос настрой вообще ментальный энергетика взяли вот этот весе драйв желание вообще двигаться как-то развиваться и так далее то есть я могу сказать что я себя лучше никогда в жизни чувствовал и по поводу тестостерона я не знаю какая норма должна быть у человека на растительном питании но я могу сказать по своим ощущениям что я себя чувствую очень уверенно энергично и возможно именно тот уровень тестостерона который у меня есть возможно именно он является нормой тем более кирилл сарычев очень интересный вопрос задал доктору ответ конечно же вырезали вообще нарезка видео было такой что все интересные моменты интересующие меня они были вырезаны то есть вопрос например что вы думаете я потерял 23 с половиной килограмма веса на переходе и можно ли на фруктах питаясь только растительной пищей набрать снова вес потому что ко мне вернулась 15-17 килограмм веса тем более это фактурная мышечная ткань жесткая то есть когда ты напрягаешься это не вода как он говорил это прям рано волокна не секутся это отличный рельеф это сила эта энергия он сказал я не знаю и это само собой просто вырезали то есть любые вопросы которые меня интересовали вот просто с точки зрения человека который изучает момент эти они все были вырезаны оставили только где он доминатор где он грубый ряд по поучает меня рассказывает насколько все страшно и плохо поэтому в этом плане меня конечно финальная нарезка посмешила артем артем одну секундочку одной очень важный момент но сразу чтобы не забыть что вы сказали такие ключевые вещи которые мне надо прокомментировать вот вы знаете что да я тоже потому что слышал как и все мы смотрели кто видео смотрел видели что он там таскать насчет воды что предположение то есть о 5 10 что это наверное мышечная ткань по что он не понимает как можно без мяса без белка животного нарастить мышцы сразу тут во первых хочу сказать это конечно полная ахинея вот он молодец надо сказать отдать должное доктору что он сказал про воду потому что некоторые знаете как у меня даже комментарии писали что это бред что артем врет только лишь потому что не может человек жить не пив воду дорогие друзья хочу вам сказать на это давайте я вам истину скажу то есть законы природы это не пиши я это говорю мне плевать что я говорю мне на истину не наплевать меня бесит когда чушь ахинею с умным видом несут так вот значит если вы жрете вареное жареное если вы едите сосиски пельмени и так далее то конечно вам нужна жизнь и на вода его умрете без нее даже для того чтобы переварить расщепить вывести продукты метаболизма и так далее и так далее вот этой мертвой вареной жареной пищи вам необходимо много воды артема не надо что он не ест вареный жареный раз и потому что он не ест ну видимо до соли не ест и потому что он а именно на фруктах в основном ну ну фрукты овощи такие некоторые которые фруктами называем правильно а там воды до 70 и даже более процентов иногда до 85 поэтому ему в принципе но и не на иуде от кстати даже доктор этому не удивился помните он даже в первом своем русском но это да пришло фрукты а там 70 процентов воды хорошо вот так что мы закрыли этот вопрос и больше такую глупость не несите для вас да а для других кто не ест вареные жареные сухари там сушки вот для тех совершенно вода не нужно просто она просто есть фруктов более чем достаточном количестве что он ест но он и посчитал 6 килограмм на условно допустим вот вам так сказать сколько там литров воды ну конечно да теперь дальше идем что он там сказал насчет того что он про белки про белки такая ситуация у врачей конечно святая вера у большинства но не у всех скажу я сразу что без белка там не будет мужика и прочая хинея что мышечную массу там не нарастить наоборот она будет съедаться ну да все мы знаем что мышечная масса с 30 лет даже но как пик гормона роста перестает значит синтезироваться в больших количествах как молодости там с 25 35 30 лет то начинается потеря мышечной массы у всех этом но природа от этого не потери все но и пока человек конечно там еще качает он искусственно или естественным образом повышает уровень гормона роста я говорил помните как вырабатывать запустить аутофагию интервальное голодание трава маринга но вот эти три убрать сахара по максимуму но тут у вас ладно утри уже вот эти вещи они запускают синтез гормон а еще повышенное количество аргинина триптофана аминокислот они тоже провоцируют синтез гормон роста естественным путем это хорошо но для сыроидов на придут вообще проблем нет тут можно играть использовать протеин конопляной или у нас есть такой 4 в одном там как раз повышенное содержание аргинина триптофана по моему по моему заданию это сделали специально чтобы он действительно стимулировал выработку гормон роста и можно было хоть мышцы накачать но извините меня это и есть протобелки аминокислоты все незаменимые полный состав вот кстати давайте я так сразу опровергну еще одним посту есть такое выражение практика критерий истины да вот вы про практику свою дальше расскажет это очень интересный опыт и не только ваш сейчас я про александра скажу и таких у меня много примеров но вот мы выпускаем сыроедные веганские первые в мире сыроедные в мире я подчеркиваю корма для кошек собак сразу тут буча у некоторых людей поднимается это же хищники ну ладно человек но это то явные облигатные хи абсолютно верно это хищники по своей природе вся анатомия морфология там не искать инстинкты все тут за тут вопросов нет это хищники но тем паче как говорится потому что у нас есть уже вторые третье поколение в примере животных кошка собак которые выращены только на наших кормах они не ели больше ничего а это полностью из растительного сырья правда там уникальный состав более 40 видов продуктов не компонентов их сотни или тысячи а видов продуктов естественно там добавлены все таурины прочее прочее все это натуральное и так далее это био но главное еще у меня у самого кошки и уличные и свои домашние так сказать манькуны вот такие метр длиной и такие монстры у меня тоже маньку о круто да и вот и что я еще скажу более того все те ветеринары это такие же врачи они вот видят болезни многие болезни не могут вылечить и умирает от про знаете сколько мы болезни лечили кошки некоторые наши клиенты только переводом животных на наши корма вылечили болезни а знаете почему потому что вы вареной пищей кормите там донатурированные белки там многих витаминов ну да их искусственно добавил там синтетические витамины они опаснее антибиотиков и естественно болезни будут и рака все остальное как у людей а те кто переводил на наши корма у них проходили эти болезни но если совсем там серьезные болезни там надо грибные препараты это у меня куча кстати скоро видео еще одно выпущу когда уже вылечили болезни с учетом того что вот есть там был даже и рак и так далее и такие случаи есть так вот значит и вот правильно что когда врач чет не знает честный человек должен сказать я этого не знаю но видите за кадром искал надо отдать должное молодец то есть ну честный человек просто это но для сюжета для смотрибельности для того чтобы его мужики такие вот эти вот коллеги подобривали да под видимо плечо до сарычева он и сказал так что таскать его одобрили те кто у кого святая вера в мясо так вот естественно мясо это не человеческое питание не видовое тем более у нас нет никаких анатомических морфологических биохимических к этому приспособление об этом я уже сказал где посмотреть и что артем напомнить пожалуйста то я видите два момента 3 какой что он сказал в начале вы там что-то про него еще интересно интересный момент был как раз таки про тестостерон это тоже вырезали кусочек прям попал буквально в видео кирилл задал интересный вопрос чем разозлил доктора он говорит слышу если у артема низкий тестостерон но у него и эстрогена нет то есть женских гормонов а потому что люди которые едят мясо они у них как высокий тестостерон но и женский гормон в противовес этому тоже высоко то есть у него у него возможно у него самый как бы настоящий стопроцентный вот уровень тестостерона потому что нет женских гормонов чем он разозлил конечно же доктора и ответа не последовало это вырезали а вот на это я сейчас как раз вам скажу я вот в начале видео ну да вы где-то в начале говорил вам следующее что есть предположение что те вообще исследования анализа ведь они делались на людях которые ну обычного приверженцы обычного питания так вот а биохимия человека ох как может меняться и он даже признал что даже он тоже против кетопитания но на кетопитание где там есть один процент людей кому это может быть показано генетически или что-то на пятки он и свое предположение но не отрицает от молодец уже так вот биохимия человека такая штука она ох как меняется при изменении понимать подстраивается биохимия гормональные системы наши организма бактерии наши кишечные так вот что я скажу когда человек меняет таким образом питание действительно ведь гормон тестостерона он не только нужен для того чего думают некоторые люди и не только чтобы мышцы качать для многих биохимических процесс и когда они меняются действительно чего-то организму уже не нужно становится так и гормона тестостерона становится нужно меньше и организм просто меняет эти показатели их пропорцию и это абсолютно логично и это очень скорее всего правильный точный ответ на этот вопрос по крайней мере еще раз практика критерий стены если у артема и у подобных ему людей проблем никаких нет проходит год-два-три нет ну ладно вы скажете он год-полтора согласен но вот я вам сейчас приведу пример другой вот тем людям которые хотят послушать и что было там у других людей так артем что еще интересненько там было еще очень интересные часто пишут в комментариях такую удивительную вещь я говорил на своих своих прямых эфирах что у меня очень быстро начали расти ногти на питание плодами а очень жесткие зубы то есть я прям чувствую что никаких воспалений десен ничего то есть ногти очень жесткие если скажем так запускать немножко их то я прям начинаю резаться я могу вскрывать апельсины арбузы что угодно протыкать их очень жесткие ногти таких раньше у меня ногтей не было я говорю доктор сказал что у меня как бы проблемы с костной тканью что она стала более хрупкой но зубы и ногти очень жесткие и качественные таких раньше никогда не было на что люди мне пишут в личные сообщения что удивительная такую вещь что ногти и волосы якобы формируются из кожи и никакой никакого отношения костной ткани не имеют как бы чем мы им ответим но это нет но костной ткани они конечно не имеют никакого отношения все-таки там кератин и так сказать и прочее это смесь белков кремния минералов прочих да и так далее это это правильно да из кожи растут волосы тут спору нет так сказать формируются фолликулы под кожными слоями и питаются кровью за счет этого все что удваивается делится то есть все клетки нашего организма делится за счет питательных веществ ну за счет программы и питательных веществ они доставляются исключительно кровью вот поэтому костный не имеет но действительно там есть общее по крайней мере надобность об в определенных компонентах но здесь я скажу что уж ну хорошо посмотрите дальше на что я хочу обратить внимание будет ли у вас дальнейшем вот ногтевые пластины не будет ли у вас белых точек таких появляться и нет это первый момент и не будут ли у вас такие продолговатые знаки линии как вот горизонтально расчерченные вот такие вот на ногтях идущие параллельно друг другу потому что это будет говорить об определенном дефиците магния цинка там и так далее кстати на цинк сдайте потом исследование очень интересный кстати на тестостерон в том числе влияет цинк минерал да то есть просто имейте еду но во фруктах мало его скажу так сразу вот а вот то что потребности в тестостероне снижаются при том что все в порядке но в том числе таскать понятно чем тогда а так сказать это я вам скажу более того есть даже очень много зарубежных интересных фильмов таких которые показывали вот эксперименты когда человек больной современного мира горожанин переходит на сыроедение уходят с макдональдсов там такой фильм известный есть и у него врач в шоке он сидит угод а он тесты сдают каждую неделю и он смотрит у него тестостерона увеличивается кстати вот у него но в начале ладно это он всего 40 дней но просто сама суть что при той как раз обычный при жизни вот этой да когда он ел все подряд мясо там все что угу макарон у него низкий как у среднестатистического жители по крайней мере мегаполисов а ведь кстати никто же не будет спорить с тем что и тестостерон у многих просты игра не качков там этих а допустим просто обычных людей молодых в том числе очень довольно таки снижен сейчас так что здесь надо смотреть в соответствии соотношений в общем ладно это хорошо что еще было интересного там так еще интересно из положительного он заметил повышенное содержание фолиевой кислоты то есть он сказал тебе по заведует любая женщина особенно беременная там можно по моему меня в 10 раз превышают потому что но понятно что трат его не так много а вы его потребляете большом количестве поэтому тут ну да но это он так хотела к бицера а то вроде мол я один негатив говорю есть же и позитив да мол но нормально да так еще такая позитивная вещь при гнинолом 17 а что есть он сказал что это гормон как он сказал гениальности который отвечает за энтузиазм за находчивость и так далее и и сказал мне как бы что это позитивная вещь что она выше выше норм то есть это очень хорошо не сказал мне не радоваться якобы это произошло не от фруктов от того что я такой родился просто интересно что вы скажете ну да это правильно да ну конечно это ну назовем это так врожденное да назовем она так дальше так что еще интересного было да я спрашивал конечно же возможно ли набрать мышечную массу или вообще какую-то массу на питание растительном сказал что это невозможно вот то есть что такое не изучалась это вырезали из видео с финального про плотность ткани спрашивал еще интересный был момент когда врач скажем так все диагнозы назвал он на меня как бы сидит смотрит и говорит но у тебя ничего этого нет ты как бы себя чувствуешь прекрасно и вот эти вот это просто цифры глядя на которые я среднестатистическому человеку поставил бы вот такие диагнозы он будет это конечно как бы интересно но как бы сказать и поэтому просто ничего не могу то есть почему по цифрам как бы показывает одно а человек себя чувствует при этом прекрасный с каждым нем все лучше и лучше ну давайте тогда так да как раз мы подошли к тому моменту когда все-таки как раз стоит очень кстати будет зачитать вот это письмо сейчас его зачитаю вам будет интересно и зрителям я надеюсь я лишь скажу такое что своих старых видео когда много снимал видео на тему там вы знаете как вот снятие этих заблуждений насчет питания опасений таскать и прочих дел я приводил в пример попрошу моего помощника когда будет монтировать вставить эти кадры но по крайней мере про этого человека был такой один по моему но он итальянского происхождения жил в америке он был веганом да он прожил 100 что-то по моему 6 лет он умер от того что его сбила машина насмерть то есть он в свои 105 лет 106 сгибал двумя пальцами вот так вот 25 центовую монету ну той а он был веганом вот после этого после этого прекратить надо пороть ахинею насчет там необходимости мяса и так далее про заткнуться надо всем кто хочет это сделать глупость от смороть теперь дальше да ну я уж не говорю о том что вот когда моя например старшая дочь свое время тоже перестала она сейчас веганка такая но как этического нравственного характера до ее мотивации главное нездоровье но понят с определенного времени в моей семье она перешла ну так сказать не всю жизнь была она перешла на веганство с этого момента она физически например вообще к сожалению не занималась ничем и вот она могла на уроках физкультуры подростковом возрасте уже да скажем там были девочки которые ни одного раза не могли отжаться которые ели и куриные ножки едят каждый день и все что угодно так вот она 20 раз например да у нее мышцы вот смотришь не у жира не прям трогаешь мышцы и они большие вот я вам такую вещь скажу из моей вот семейные что называется жизни практики теперь да ну и не болели ничем кстати в отличие от других детей которые ели все подряд то что как вы доктора прописываете теперь идем далее что еще и в этом плане хочу сказать а вот про этого человека теперь давайте я скажу про одну бабушку интересную вещь американку она внесена в книгу рекорда гиннеса официальную книгу то есть ту самую официальную международную книгу гиннеса как самый старый педиатр на планете земля она прожила 114 лет она говорила например о любимом многими молоке о молоке говорила корове что дети с него растут анемичные что ни в коем случае ничего кроме воды пить нельзя и она не пила как с рождению только мама и грудью кормилу ну естественно это понятно а потом когда перешла на питание уже обычно она пила всю жизнь только воду не кофе не чай ничего так это ой скучно кто-то скажет так жить ну выбирайте прожить искать скучно или подольше при равных прочих больше шансов будет гораздо вот и я наверное привел бы еще примеры но вы знаете я лучше дам ссылки под видео на те видео которые стоит посмотреть в этой связи попрошу моего помощника подобрать эти мои старые видео где эти мифы я так сказать разбирал и подробно аргументировал а да еще да вот скажу единственно только вот о чем недавно вышло видео у меня про одну бабушку из азербайджана по моему да ей сейчас исполнил 131 год вот она никак она не ела и не ест мясо она принципиально годов с двадцатых или тридцатых потому что она тогда но как бы это сказать прочла одну книгу впрочем там об этом подробнее будет такая она знаете как образованная бабушка вот и она прям очень категорически против мяса и был такой магомед лобазанов по моему да у меня видео про него тоже было это говоря уже даже кавказских народах понимаете о том мифе что вот так сказать все подряд вот не все подряд он с войны перестал есть мясо и не ел более 70 лет он прожил 123 года и не мясо так сказать ничего такого не ел так поэтому давайте уже перестанем эту ахинею нести насчет надобности мяса и так далее теперь я зачитываю письмо наслаждайтесь юрий андреевич здравствуйте интересное получилось видео с артемом люди очень положительно реагируют но это он там разместил в соцсетях и просто он отслеживает соцсети круто когда фрукторианстве люди заходят люди с такими крутыми стартовыми параметрами сам я также живу плоды и без воды более двух лет до этого пять лет на растительном питании без искусственных и концентрированных сахаров а он прям фанат честно без глютена дрожжей сейчас поясню почему на только только на чистом фрукторианстве самочувствие и производительность на максимуме сейчас мне 41 год и никогда еще в жизни у меня не было такой физической формы и энергии я у него спрашиваю здравствуйте александр что вы едите как расскажите анализы на b12 сдавали на гомоцистеин да кстати вот артем у вас гомоцистеин повышен но как я предполагал но по-другому и быть не может это все-таки нехорошо это он еще врач говорил не смотрите я точно помню что он говорил что это возможность показатель будущего тромбоза возможности тромбоза так вот гомоцистеин все-таки не должен быть это токсичное вещество не должно быть тут вот надо поработать над этим то есть b12 я бы честно говоря проколол вот ну но впрочем давайте почитаем вот он например описывает как раз дальше проекта и он отвечает мне в первое время делал анализ на b12 он был низкий но симптомов обещанных не наблюдалось поэтому решил наблюдать когда же они появятся но нет все отлично с каждым днем только лучше лучше даже начал спортивной гимнастикой заниматься и по выносливости не уступают 20 25-летним коллегам по группе дальше ем примерно аналогично как описывает артем по желанию только у нас в екатеринбурге пишет он с хорошими плодами по интересней ситуации ем манго джекфрут реже дурианы вот такой крутой товарищ и другую экзотику всю зиму практически были бразильские дыни бразильская манга очень достойные груши мне не нравится я их практически не ем яблоки тоже редко если только так для разнообразия или если подадут очень достойный но у артема скорее всего ни того ни другого в общем саранске сейчас нет я могу вам написать если интересно что я ем в течение дня я написал интересный он пишет например вчера особой тренировки не было только йога утром и статические упражнения для стойки на руках хочу научиться ходить на руках ну поэтому есть особо не хотелось и так первый прием был примерно в 11 часов это очень хорошо что не рано утром иранский мощный по вкусу насыщенности арбуз примерно четвертинка большого на 10 килограмм но значит два с половиной килограмма далее было много работы за компьютером работаю всегда стоя кстати это очень правильная штука у меня высокий стол с телескопическими ножками и на нем ну конторка короче типа конторки и на нем компьютер ноутбук и телефон все использую много сети аккаунтов периодически играя с ребенком дочери четыре года потом часа в 14 00 было два крупных мощных авокадо сорта пинкертон и три обалденных узбекских помидора 6 калибра значит есть такие берет там на оптовой базе и штук пять медовых черри еще через час три хурмы шарон израиль и три мандаринки турецких очень интересного вкуса их также берут только на базе ну неважно потом поехали с дочерью на занятие потом с женой у нас процессе построения кафе растительной кухни а да кстати думаю наши продукты будут там представлены но уже запустили доставку блюда практически все авторской разработки если интересно посмотрите там но блюд пока мало а так только доставка работ а когда полностью откроемся будет и фрукторианские блюда и веганских очень много ну по дороге съел 2 вкусных яблока сорта галла да у нас такие тоже по есть из кубани органические бил это был уже часов 19 00 потом ездил шиномонтаж еще по делам вернулся только 23 часа 00 то есть 23 работал до часа ночи примерно рацион зависит от наличия хороших плодов на базе магазинах в этом году могу выделить бразильские дыни их прям много ел а также обычно ем всегда апельсин но сейчас только доел коробку марокканских красок апельсина решил сделать с ними паузу я вообще сейчас не советую увлекаться цитрусом ну ладно по сахару были опасения были и давно еще был куплен а кучек я по инструкции проверял скачки были только после сока вообще соки категорически фруктовые пить не советую а удар по поджелудочной страшный не советую когда же я ел плоды целиком все было хорошо ну да потому что это сказать более плавно скажем вырабатывается на этот большой сахар инсулин вот дальше сегодня занятию дочери до 11 утра я проснулся 6 15 работал потренировался собственным весом и резинками также была статика стойки на руках без тяжести часов десять съел банан 2 ман 2 мандарины далее когда вернемся домой планирую авокадо с арбузом сочетание получается достаточно интересное и вкусное на прошлой неделе на прибыл ящик клубники очень вкусный также была ежедневно причем я а не один такой в екатеринбурге нас как минимум шесть человек но они переписываются коллег с 4 а вот с четырьмя из которых я постоянно на связи покупаем плоды совместно порой там все с разным стажем фрукторианство от года до шести лет до шести лет кстати могу вам потом артем дать контакт можете попереписаться что то интересное я думаю конечно у всех b12 практически отсутствует о как но состояние супер никаких негативных симптомов нет вот ну сейчас дочитаю и скажу свое в этом плане резюме а все успешные активные обеспеченные люди гомоцистеин у жены спрошу давно не было у нее должно быть почти все все почти результаты у нее у жены там интересно я ему пишу проверьте свои анализы на те пять пар которые я говорил вот видео с артемом хорошо найду время сдам свежие вот что очень интересно и вообще это надо наблюдать и ввести некую статистику вот артем давайте знаете что вы займет правда у меня время на это нет я могу только потом анализировать займитесь вот этим очень важным делом найдите группы таких же единомышленников тоже фрукторианцев чистых переписывайтесь но периодически вот не видите так знаете на самотек это ведь даже для других людей будет очень ватни то что там доказательством я понимаю что вы не хотите никому что доказывать но доказательство истины и это же не менее важно чем кому-то кон и персонально что-то доказать просто человечеству в конце концов это общественно важно полезное дело понимаете прогрессивные поэтому я советую переписываться вести диалоги каждому сдавать анализы там но раз в три месяца но хотя бы какие-то вести аналитику свою то есть вот дневник и вы знаете что эти данные потом помогут но сделать очень правильные грамотные выводы вот но видите как вот b12 пишет и об этом тоже много слышал от тех людей кого точно знаю что люди честные абсолютно сто процентов так питаются сто процентов и b12 на нуле но проблем нет но я также слышала тех кто переходил на сара не были проблемы с сердцем были приступы были такой тоже было вероятно сейчас предположить трудно я могу лишь сказать что действительно понимаете ли потребности и траты могут быть тоже разные и они вот уже траты зависит от очень многих вещей в общем здесь нужно анализировать то есть вот прям так расписывать как человек написал александр данном случае то есть а рационе но не на один-два дня вот я бы советовал вести дневники свои личные это же проще ну пять минут в день буквально 10 5 и уже хорошо а потом будет важная статистика важные данные аналитика потому что очень важны сочетание продуктов очень важны время прием очень как сказать важны состоянии нет ли вздутие газообразований там вот это все что связано с дисбактериозами сибрами и так далее потому что у кого есть у всех низкая состояние б-12 низкий а состояние плохое а у кого нет в этом проблем бывает что низкая б-12 а состояние отличное понимаете тут очень много факторов ну а пока или тем людям кто вот все-таки не хочет рисковать да какие проблемы ну просто вводите б-12 кстати я вот хочу для товарища вот это сара чего еще ну и вернее доктора доктора большей степени сказать такую вещь был такой доктор в америке и это не просто доктор этом это профессор кардиохирург это старая школа науки это так сказать настоящий профессор это не то что там современные многие искать учились чему-нибудь и как-нибудь как у пушкина да а вот что он был веганом лет 60 то есть он не ел никаких животных продуктов никаких он правда и был против конечно кетодиета он вообще против холестерина он кардиохирург он так сказать хотя про кета там нюанс и вот опять ки ошибка знаете какая у него он почему-то говоря про кет сразу параллель ставит с корневур то есть с мясом есть же кето диета где мясо мало при тот же доктор берк о чем говорит мало совсем чуть-чуть много зелени там 7 тарелок прочее там про так вот это совсем другое дело говоря о кет питание есть вообще веганский тип который я вот но не основал но где я объяснил и продукты объяснил какие есть веганские типки это питание есть люди у меня есть письма людей у которых есть дорогой доктор хотите пришлю я с вами их соединю у них есть медицинские исследования медицинские исследования в официальных центрах где профессора их исследовала мужа вот одной там писала мне жена у нас консультации было и объяснил как и что у него онкологии было он полностью вылечил онкологию полностью вот доказано ему операцию планировали делать вторую ну так вот а это можно доказать это прям вот но бумагами можно доказать у меня было проект нескольких видео сюжет про это я к чему говорю так вот врач этот доктор кому было тогда на момент записи 98 лет там сто лет он говорил я считаю лучший питанием это веганское питание но между тем вы посмотрите на его физически когда он 102 года машину водит до когда он но мыслит говорит вот как мы с вами я что еще можно нет это я к тому да что вот кто говорит что мясо необходим вот этот но хватит ну хватит ахинею нести ну жизнь доказывает обратное и не только жизни наука ведь я надеюсь вы понимаете что это ах какой ученый не просто какой-нибудь врач да наверное но это светило мирового уровня вы просто изучите кто и такой ссылочки дадим под видео так что вот таким но 104 прожил да так сказать но 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 все-таки немало но все-таки немало так теперь давайте да и хватит пороть чушь я еще людям хочу сказать насчет того что бабушка там где дедушка пил курил прожил 98 лет я за тебя поражаюсь вот когда родился тот дедушка те дедушки химии в быту не было химии в атмосфере в почве земле в продуктах не было органические продукты были все без исключения жили эти люди росли как правило как правило родились на земле в деревне жили формировался их организм рост все это в этот период в продуктах было полноценные минеральные вещества они дефицит как сейчас в любых даже органических короче говоря не было тысяч проблем которые есть сейчас у вас тем более воздействие с в ч в ч излучений там радиации я уж не говорю про там накопление тяжелых металлов которые полно сейчас даже морской вот и рыбе в том числе да там ртути той же это короче говоря этого всего не было поэтому ну как вы можете сравнивать ну как вы мой это вообще глупо это нечестно это подло я даже сказал и глупо идиотично такие вы не проживете 50 какие то если вам там 30 в этой хинею пишите упиваете с тем что дедушка прожил 98 вы думаете что вы также проживете вы себя обманываете дешево и низко не проживете вы и 50 сейчас при тех факторах которые действуют на вас сейчас которые не действовали на ваших дедушек и бабушек поэтому сейчас остались те люди еще слава богу которым 95 100 такие есть но так извините они ну это последний долгодоживатели вот эти долгожители последние все мельчают долгожители у меня вот есть абсолютная статистика и мне сотни людей писали подтверждали бабушка жила 112 бабушка 100 мама там 90 понимаете все вот она тенденция и генетику изгадили себе неправильным питанием образом жизни химии в быту это же объективные вещи у всех поголовный дисбактериоз они хотят сто лет прожить или там е или там переходит на сыроедние винят сыроедние в том что у них газы дисбактериоз начался вздутие ну какие же люди глупые ну как дуру то можно сломать и сами знаете что но надо как сказать понимать что перестройка идет биохимии вы ели всю жизнь 50 или там сколько лет вот это все мертвую вареную пищу дентуриру вас своя микрофлора образовалась том числе патогены на нас как бы и спасает в том числе потому что все-таки перебирает разбирает те компоненты не до переваренные ферментные вашей базой а вы раз и изменили вне или вне или вы едите и сладкое и белки конечно вас будет дисбактериоз когда вы там но условно мясо потом какой тортик счете это сто процентов из ста так а капуста клетчатка извините грубая клетчатка вот обычная белокочанная салат из нее из не вареный а именно свежий ясное дело но тогда это надо постепенно это надо убрать сахара чтобы не было брожение белки к этому надо постепенно прийти сначала мелко измельчать кстати над долго жевать переживать пищу пришли например во рту слюна и амилаза до существует этот фермент птиолин называется слюна и амилаза птиолин она переработка кстати она что перерабатывает переваривает начинает перевод углеводы вот ну и так далее в общем интересная штука об этом можно много говорить впрочем своих видео я уже все давно объяснил их конечно сотни но по крайней мере я практически на все главные важные темы все уже давно объяснил ну что же артем кстати как вам вот это вот такое письмо и что-нибудь может хотите сказать на эту тему письмо замечательный да вдохновляет конечно и я знаком со многими людьми которые в теме фруктоедения отказа от мяса то есть веганство уже более 10 лет вот поэтому обязательно познакомлюсь с этими ребятами то есть дадите мне контакты что еще могу сказать все про все верно вы сказали про дневник и про значение вообще для так скажем а не то что для потомков а вообще для общества скажем так фиксации всех процессов я веду дневник питания и вначале я вел его максимально подробно то есть я записывал вплоть до того а в каком сочетании я употреблял фрукты и сколько даже весил каждый там отдельно яблоко или груша вот я до сих пор веду дневник питания записываю какие-то моменты то есть это дневник и питания и тренировок я пишу вплоть до того сколько я спал как я себя чувствую какие моменты подмечаю определенные здоровье записываю что я ел поэтому хорошо что есть вот эти анализы что есть скажем так начальная точка и в процессе с увеличением стажем его фрукторианство я конечно же буду сдавать анализы и будем смотреть как все это меняется дистанции то есть все идет как надо по сути буду продолжать аккуратно будет фиксировать все моменты пункты это будет интересно для всех кто наблюдает опыт этот очень важно интересно я вот правда скажу я сам более 10 лет уже веган я не ем мясо молочку и так далее да то есть собственно говоря вот по крайней мере это и но что я вам скажу я тоже сдавал анализы периодически сдаю меня в принципе все в норме ну то есть по крайней мере все даже и ферритин и железо и b12 и так далее ну это ладно дело другое у моей жены на при она она вообще с да вот она вот как вы сдаете вот сейчас вот там это куча бумажек вот она всегда даже больше сдает там раз ну наверно в три месяца точно вот ну там бы так сказать докапывались тоже до всех тонкостей в общем ну все тоже нормально но то что было ненормально просто увеличили прием чего-то там натурального конечно и просто вот решили эти проблемы ну что еще хочу сказать вы знаете я хочу обратиться к зрителям дорогие товарищи вот я призываю вас но во первых написать ну вот знаете что мне больше все интересны такие дельные вопросы вопросы которые вот-вот в чем-то вы не можете разобраться напишите я сделаю видео давно не делал в рубрике ответы на вопросы где как раз буду зачитывать вопросы давать на них ответ это будет интересно я полагаю для многих ну не для очень широкого группа людей но для тех кто постоянно смотрит мои лекции точно вот для аналитики а артем правильно этот ведет дневник он потом вот эта аналитика его пригодится я вообще попрошу всех вот и александра которому сегодня была речь и он конечно услышит это видео посмотрит и всех остальных вот александр передайте своим друзьям знакомым товарищем вот этим шести из екатеринбурга чтобы эти люди тоже вели дневники писали подробно что как они едят какие-то нюансы взять почему я советую так сделать дневник из двух колонок ну вот например левое скажем то что объективно точно однозначно какие-то подметки ваши наблюдения а справа то что негативно вдруг что-то или какие-то знаете сомнения не точные моменты это сопоставление потом будет очень для аналитики важно что еще да наверное наверное все я действительно все рассказал 6 или даже 7 пунктов о том о чем доктор говорил видео в том кстати это видео тоже дадим по ссылке ну что вы могли посмотреть и сравнить вот все что он говорил такого негативного ну опасения свои в общем то я все наверное сказал да артем про все вроде про всем да 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 значит ну тогда наверное на сегодня достаточно и так видео нара было длинным а вот будем смотреть что там пишут люди просто я отвечу в ответ на вопрос как обещал а когда уже артем например месяца через три сдаст например анализы повторно но почему знаете какие сдайте не обязательно все сдайте то в чем были обнаружены отклонения от нормы но чтобы посмотреть динамику ну и заодно подумайте стоит вам сейчас или пока не стоит применять те или иные вот которые я рекомендовал добавки то есть спирулина понят что это вы сразу не сойдете ну как бы с фруктурианство да это понятно фуку стоит ли по еду или вы все-таки посмотрите найдете те плоды где йода довольно таки много опять-таки тут знаете что надо еще учитывать вот теоретически его там должно быть йода например в том же феухуа столько да например по таблицам но по факту это не означает того что там будет так и вот например селен минерал да в бразильских орехах ну в общем то рекордсмен ну кроме кокосов и чеснока по селену очень важный минерал мощнейший антиоксидант и так далее против рака очень вещество важны но допустим берут анализы бразильского ореха в одной провинции на плантациях органических нерве и так далее а там его в 40 раз может разница быть селена больше 40 поэтому это вообще ни о чем но тем не менее все таки специфический вкус покажет йод фейхуа содержит много йода и вот из абхазии самый идеальный вариант дикую фейхуа но это сезонно понимаете по осени позднее а остальное время года как поэтому я и говорю что идеальный вариант фокус но вы уж смотрите ну переслушайте запись подумайте как и что и потом я думаю месяца через три было бы интересно сделать третье нашу встречу беседу интервью и давайте посмотрим что будет тогда вот а вы поэтому пока за это время действительно я вас соединю с александр пообщайтесь с этими людьми своими единомышленниками коллегами можно сказать и как говорится одна голова хорошо несколько лучше правда так вот поэтому так ну что жаль там благодарю за встречу на этом тогда пожалуй все на сегодня всего хорошего дорогие друзья благодарю вас или андреевич за разбор за информацию до встречи